СОВЕРШЕНСТВО КРАСОТЫ Книга пророка Езекииля, 27 глава, с 1 по 36 стих. И было ко мне слово Господне. И ты, сын человеческий, подними плач о Тире и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах. Так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь, я совершенство красоты. Пределы твои в сердце морей. Строители твои усовершили красоту твою. Из синирских кипарисов устроили все помосты твои. Брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты. Из дубов васанских делали весла твои. С камьи твои делали из букового дерева. С оправою из слоновой кости, с островов Китимских. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом. Голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом твоим. Жители Сидона и Арвада были у тебя грибцами. Свои знатоки были у тебя, Тир. Они были у тебя кормчими. Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщики их находились у тебя для производства торговли твоей. Перс и Лидьянин и Левец находились в войске твоем. И были у тебя ратниками. Вешали на тебе щит и шлем. Они придавали тебе величие. Сыны Рвада собственным твоим войскам стояли кругом на стенах твоих. И гомодимы были на башнях твоих. Кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои. Они довершали красоту твою. Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. И Аван, Фувал и Мишех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из домов Агарма за товары твои доставляли тебе лошадей из строевых коней и лошаков. Сыны Деданы торговали с тобою. Многие острова производили с тобою мену. В уплату тебе доставляли слоновую кость и черное дерево. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобой арамияне. За товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и весонными, и кораллами, и рубинами. Иудея и земля Израилева торговали с тобою. За товар твой платили пшеницей минфинской. И сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом. Дамаск по причине большого торгового производства твоего, по изобилию всякого богатства, торговал с тобою вином хилбонским и белой шерстью. Дан и Иован из Узала платили тебе за товары твои выделенным железом. Кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Дидан торговал с тобой драгоценными попонами для верховой езды. Аравия и все князья кедарские производили мену с тобою. Ягнят, и баранов, и козлов променивали тебе. Купцы Исавы и Раемы торговали с тобой всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями и золотом платили за товары твои. Харан и Ханя и Еден, купцы Савейские, Асур и Хилман торговали с тобою. Они торговали с тобой драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми материями, которые они привозили на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. Фарсистские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Грибцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей. Богатство твое и товары твои, все склады твои, корабельщики твои, коробчие твои, заделавшие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлею твоею, И все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе в день падения твоего упадет в сердце морей. От вопля кормчик твоих содрогнутся окрестности, из кораблей своих сойдут все грибцы, корабельщики, все коробчие моря, и станут на землю, И зарыдают о тебе громким голосом, и горько застенают, посыпав пеплом головы свои, и валяясь во прахе. И остригут по тебе волосы догола, и пояшутся вретищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем. И в сетовыне своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе, кто как тир, так разрушенный посреди моря. «Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы множеством богатства твоего, и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои, и все толпившиеся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах, торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки». Размышления, часть первая. «Траурная песень». Книга пророка Езекииля, 27 глава, с 1 по 25 стих. Господь дает Езекиилю песнь плача о тире. В песне говорится, что этот город считает, что является совершенством красоты, а большой флот и мощная армия делают его непобедимым. Но гордыня города послужит к его падению. Подобно жителям Тира, мы часто ведем себя так, словно добились всего своими собственными силами. Живя без Бога, с этим легко согласиться, и такой взгляд на мир даже поощряется. Но мы, христиане, знаем, что все, чего мы достигли, что имеем и на что способны, это от Бога и во славу Его одного. Его благодать каждый день напоминает, что мы не заслужили благословения, которое Он милостиво дает нам, и что одного лишь Иисуса Христа можно назвать совершенством красоты. Как вы реагируете на похвалы в свой адрес, или на собственные успехи? Действительно ли верите, что все это от Бога? Тир сравнивается с торговым кораблем, краса и величие которого гибнут в кораблекрушении на краю земли. Цветущий город, привлекавший купцов со всего мира, погрузиться в морскую пучину и будет в презрении у народов, некогда стекавшихся к его берегам для торговли. Сегодня мы видим, как некоторые города, компании, личности притягивают к себе множество людей, завороженных их силой и богатством. Но история показывает, что даже самые могущественные империи и корпорации могут обратиться в ничто. Если мы надеемся на них, то пойдем вместе с ними. Блаженны, поклоняющиеся Богу в духе и истине, потому что их надежда на вечное царство. Что в этом мире привлекает ваше внимание и вызывает поклонение? На что вы уповаете? На приходящее или на вечное сокровище? Молитва. Отец Небесный, все, что я есть, это по Твоей благодати и милости. Все, что у меня есть и чего мне удалось достичь, пришло от Тебя. Пусть все, что Ты мне дал, служит распространению Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!